Что такое диффузное и зеркальное отражение? В чем заключается закон отражения? Что такое уголковый отражатель? И зачем его отправили на Луну? Интересно узнать? С вами Константин Евгеньевич, я вас всех приветствую! Сегодня мы изучаем параграф 65 учебника Перышкина, 7 класс физика. Тема нашего занятия «Отражение света. Закон отражения света». Начнем мы с того, что в природе известно следующее, достаточно хорошо известное нам всем явление, что свет, когда встречается с какими-то препятствиями, он легко отражается от них. Давайте рассмотрим рисунок. У нас есть некоторая поверхность, на которую падают несколько лучей света. И в зависимости от того, что представляет из себя эта поверхность, возможны разные варианты. Поэтому давайте запишем себе виды отражения. виды отражения. И первым видом отражения является диффузное. Пишется с двумя F. Диффузное. Или его еще называют рассеянное. Рассеянное. Такому типу отражения соответствует следующий ход лучей. Если у нас несколько параллельных лучей упало на поверхность, то при диффузном рассеянном отражении, лучи отраженные будут расходиться в разные стороны, под разными углами. Обычно диффузное отражение происходит от поверхности матовой, или достаточно шершавой, то есть которая имеет микронеровности. То есть можно здесь пояснить, что от матовой поверхности. Вторым видом отражения является зеркальное. Его же еще называют направленным. Сделаем поясняющий к нему рисуночек. Это была первая ситуация. Вторая ситуация. Здесь должна быть идеальная гладкая поверхность. И отражение происходит следующим образом. На поверхность, если пустить пучок параллельных лучей, то после отражения мы получим такой же пучок параллельных лучей. Возникает вопрос, как вообще происходит отражение света от поверхности. Мы знаем, что свет это распространяющаяся энергия. На самом деле речь идет о электромагнитных колебаниях. И для того, чтобы объяснить процесс отражения, надо спуститься на микроуровень. На самом деле свет это электромагнитная волна. И при попадании света на поверхность происходит взаимодействие с заряженными частицами, которые есть внутри этого вещества. То есть, если мы рассмотрим некую поверхность, при падении электромагнитной волны происходит взаимодействие с заряженными частицами. Очень хорошо происходит отражение от металлов, которым этими заряженными частицами являются свободные электроны. Под действием электромагнитного поля эти заряженные частицы приходят в колебательное движение. А мы с вами уже знаем, что любые ускоренно движущиеся заряженные частицы создают собственную электромагнитную волну. В итоге возникает следующий процесс. Падающая электромагнитная волна возбуждает движение заряженных частиц внутри вещества, и они генерируют свою собственную электромагнитную волну. Процесс получается вот таким вот. Но в рамках геометрической оптики на этот микроуровень не спускается, а формулирует так называемый закон отражения. Для того, чтобы сформулировать закон отражения, нам необходимо построить поясняющий рисунок. Значит, мы сделаем с вами поверхность. Ее необходимо построить аккуратненько по линеечке. Здесь я с помощью штриховки обозначу, что эта поверхность зеркальная, что свет за нее не проходит. Поясним зеркало. Дальше мы нарисуем падающий луч. В той точке, где луч падает, мы поставим точку О, это точка падения. Здесь мы опустим, или восстановим, правильно сказать, восстановим перпендикуляр из этой точки к поверхности, обозначим угол падения, обозначим угол падения, и обозначим его альфа. И теперь мы построим с вами отраженный луч. Обозначим его здесь бета. Теперь необходимо ввести обозначение. Давайте для этого мы обратимся к нашему учебнику, параграф 65, и посмотрим картинку, которая иллюстрирует эту ситуацию. Мы, по сути, примерно то же самое построили с вами. Значит, вот зеркальная поверхность, она обозначена MN.O, это точка падения. У нас есть падающий луч, SO, есть луч отраженный, и есть перпендикуляр. Ну, давайте мы также достроим нашу картинку. Здесь мы поставим M, M, N, поверхность. Ну, можно было бы луч обозначить и как будто бы идущие из точки А, но точка S обычно принято обозначать источник света. То есть подразумевает, что у нас есть некий точечный источник, от которого идет луч. Ну, давайте придерживаться этого обозначения. Дальше запишем следующее. Дадим определение углу падения. Угол падения. Для того, чтобы сформулировать определение, давайте обратимся к учебнику и попробуем найти ответ на этот вопрос. Ответ есть на странице 196. Угол падения это угол, образованный падающим лучом и перпендикулярным. Стоит добавить, что перпендикулярным к поверхности. Давайте запишем это себе. угол падения угол падения тире угол, образованный падающим лучом и перпендикуляром к поверхности. И перпендикуляром к поверхности. Зачем мы специально останавливаемся на том, чтобы сформулировать это определение? Дело в том, что некоторые по ошибке считают углом падения угол между поверхностью и лучом. Это неверно. То есть физике принято считать углом падения именно угол альфа, который обозначен у меня вот на этом рисунке и также на рисунке в учебнике. Дальше. Что такое угол отражения? У меня на рисунке это угол бета. Дадим ему определение. Угол отражения угол отражения тире угол образованный перпендикуляром к поверхности. Угол отражения это угол образованный перпендикуляром к поверхности и отраженным лучом. И отраженным лучом. Замечательно. Значит, Теперь, после этого, мы можем сформулировать сам закон отражения. Многочисленные опыты говорят о том, что вот эти два луча, СО, ОБ и перпендикуляр к поверхности, во-первых, они находятся в одной плоскости. То есть, я нарисовал его в плоскости рисунка, и при падении луча на поверхность, вот всегда, вот эти три отрезка, СО, СО и БО, они находятся в одной единой плоскости. И далее, угол альфа равен углу бета. После этого, мы можем теперь сформулировать сам закон отражения. Давайте запишем с вами закон отражения. Формулировка его есть в учебнике. Лучи падающие и отраженные лежат в одной плоскости. Лучи падающие и отраженные лежат в одной плоскости. С перпендикуляром, проведенным границы раздела двух сред. Проведенным границей раздела двух сред. В данном случае у нас одна среда это воздух, вторая это, например, зеркальная поверхность. На самом деле, отражение может происходить от различных видов поверхности. Отражение от стекла происходит, от поверхности воды, от металлов и так далее. От пластиков отражение происходит. Ну, на самом деле, так как мы вокруг себя видим огромное количество предметов, большая часть этих предметов, она не является источником света, а всего лишь отражает свет, испущенный другими источниками. Например, в помещении, где вы находитесь, могут быть лампы, находящиеся либо у вас на столе, либо над вами на потолке. Свет, испущенный лампами, падает на объекты, которые вас окружают и доходят до вашего глаза. Точно так же попадает в помещение солнечный свет. При этом свет может многократно отражаться от различных объектов, перед тем, как попадет к вам в глаз. При этом, естественно, каждый раз он несколько ослабляется, если происходит отражение. Дальше, после того, как мы сформулировали с вами закон, рисунок мы с вами уже построили как таковой, теперь мы можем перейти к понятию обратимости. Значит, дело в том, что так как выполняется закон отражения, и мы сказали, что угол альфа равняется углу бета, то мы точку B и S вообще говоря можем поменять местами. То есть, если источник будет находиться вот здесь, а глаз наблюдателя здесь, то ход лучей никаким образом не изменится. Я обращу ваше внимание еще раз, что смотрите, в формулировке закона отражения, он по сути состоит из двух частей. То есть, первая часть, что лучи и перпендикуляр находятся в одной плоскости, а вторая часть, что углы падения отражения одинаковые. Углы падения отражения одинаковые. Значит, принцип обратимости можно сформулировать следующим образом. Принцип обратимости. Принцип обратимости. В рассматриваемой ситуации можно поменять местами источник света и глаз наблюдателя. Лучи при этом не изменятся. Точнее, правильно сказать, что ход лучей не изменится. Ход лучей при этом не изменится. Глаз наблюдателя часто обозначает вот таким вот образом. То есть, рисуется угол и там внутри рисуется зрачок. Вот я попробую его более увеличенно нарисовать. Вот как будто бы мы смотрим на раскрытое веко. Внутри глаз и вот мы видим зрачок. Это глаз наблюдателя. Так обозначается на рисунках оптических схемах. Дальше. Посмотрим следующее. Луч падает перепинникулярно-зеркальной поверхности. Чему будет равен угол отражения? Ну, давайте рассмотрим такую ситуацию. Если у нас есть зеркальная поверхность и на эту поверхность луч падает перпендикулярно ей, то такой луч, как мы понимаем, он совпадает по направлению с перпендикуляром к этой поверхности. Следовательно, угол альфа здесь равен нулю. Следовательно, и угол бета также равен нулю. Это означает, что такой луч отразится обратно вдоль этого же направления. Ну, формально надо было прям один луч прям поверх другого нарисовать. Следующее. Значит, перед тем, как рассмотреть пятую ситуацию, давайте мы посмотрим, как необходимо рассматривать ход лучей в различных ситуациях с зеркалами. Для начала я нарисую зеркальную поверхность. Вам я рекомендую рисовать ее по линейке. Ну, и по линейке необходимо как раз-таки соблюдать масштаб. Давайте мы построим здесь вот, обозначим источник света, точка S. Произвольно возьмем, обозначим луч. Здесь у нас будет точка падения, точка O. Если обозначу штриховкой, что это зеркало. Дальше, для того, чтобы определить дальнейший ход луча, мы должны первым делом построить перпендикуляр. С помощью транспортира мы должны определить угол падения. Дальше воспользоваться известным нам теперь законом отражения, что угол падения равен углу отражения. И с помощью этого же транспортира обозначить отраженный луч. Пожалуй, здесь он пойдет немножко под таким вот углом. Теперь вопрос такой. А как наблюдатель будет воспринимать такой луч? Наблюдателю будет казаться, что луч был испущен из точки, находящейся под зеркалом. Соответственно, симметрично этому зеркалу наблюдателю будет казаться, что там находится мнимое изображение источника. Я обозначу его S'. Мнимое это означает, что реально за зеркалом, естественно, никого нет. То есть не стоит уподобляться герою произведения Льюиса Кэрролла, Алиса в зеркале, когда она считала, что там с той стороны за зеркалом кто-то симметрично производит точно такие же движения и дразнит ее. На самом деле, естественно, там ничего нет, поэтому мы обозначаем это мнимым изображением. Если у нас здесь будет расстояние А, то расстояние от зеркала до мнимого изображения будет также А, а, соответственно, расстояние между источником и его изображением будет в два раза больше, 2А. Запомним этот факт, он нам пригодится при решении дальнейших задач. Здесь я угол отражения вместо бета обозначу также альфа. Если у нас есть несколько лучей, то мы можем обозначить их ход вот таким вот, например, образом. Вот если у нас есть еще один луч, для определения того, как он отражается, надо также восстановить здесь перпендикуляр и теперь построить ход луча. Мы видим, что он идет другим образом, но это соответствует тому, как будто бы он выходит вот из той точки. Ну, если мы, например, могли бы достроить картинку, например, вот для этой, то здесь пошел бы вот такой луч, который соответствовал лучу падающему на эту точку вот таким вот образом. Вот я построил ход нескольких падающих и нескольких отраженных лучей. На самом деле, позднее мы узнаем, что человеческий глаз содержит в себе линзу. Это линза хрусталик, она является собирающей линзой. И вот эти вот, например, три расходящихся в разные стороны луча, этой линзы, они собираются в одну точку и проецируются дальше на светочувствительной сетчатке. То есть это слой чувствительных клеток, клобочек и палочек, внутри которых происходят сложные химические процессы. То есть здесь проявляется химическое действие света. То есть именно благодаря этим химическим процессам мы способны воспринимать свет. Причем, кстати, чувствительность человеческого глаза, она очень высокая. То есть как датчик человеческий глаз обладает чувствительной 10 в минус 17 степени ватт. То есть если в глаз падает световая энергия вот такой вот мощностью, то он ее уже воспринимает как таковую. Это очень высокая точность. То есть далеко не все датчики способны на таком уровне воспринимать. Дальше. Значит, теперь, после того, как мы выяснили, как строится изображение в зеркалах, давайте рассмотрим вот эту задачу. Найдите угол между лучом, падающим на уголковый отражатель. Об этом мы говорили в начале урока, что такое уголковый отражатель. Вот эта ситуация. И выходящим из него после двух отражений. Давайте мы самостоятельно построим с вами ход лучей. Запишем здесь уголковый отражатель. Уголковый отражатель. Значит, мы построим два зеркала, которые расположены перпендикулярно друг к другу. Под углом 90 градусов. Теперь я построю луч, падающий сюда. И попробую построить луч, который пройдет после отражения. Значит, первым делом я не буду спешить и построю перпендикуляр к поверхности. По транспортирую, определю угол альфа. Пользуясь этим, я по транспортиру построю второй луч до тех пор, пока он не коснется второго зеркала. Напоминаю, что здесь будет такой же луч, такой же угол. Это следует из закона отражения. Тогда, соответственно, внутри этого треугольника, который является прямоугольным, вот этот угол будет тоже альфа. Соответственно, если мы здесь построим перпендикуляр, то вот этот угол будет 90 градусов минус альфа. Собственно, под таким же углом пойдет и этот луч 90 градусов минус альфа. А это означает, что к поверхности зеркала он идет под углом альфа. Ну и здесь, в этой ситуации, мы видим, что поверхность второго зеркала, она параллельна перпендикуляру, который восстановлен к поверхности первого зеркала. И падающий луч, и луч отраженный, они, получается, идут параллельно друг к другу. Такая картинка сохраняется для любого набора лучей, которые падают на уголковый отражатель. То есть, если я вот разным цветом обозначу разные лучи, Например, у меня один луч падает вот таким вот образом, отражается, и он дальше возвращается в том же направлении, откуда пришел. Если другой луч рассмотреть, например, вот такой вот луч, то он, получается, отразится вот таким вот образом и пойдет вот туда. То есть, уголковый отражатель возвращает падающий луч ровно в том же направлении. Соответственно, уголковый отражатель используется в тех ситуациях, когда мы хотим полностью луч вернуть обратно. Соответственно, уголковый отражатель, например, они используются в катафотах. Это световозвращающие элементы, которые находятся на велосипедах и, например, на автомобилях. Дальше уголковые отражатели ставят на кораблях. Дело в том, что здесь мы рассматриваем с вами отражение света. Но, как было сказано, свет – это всего лишь электромагнитная волна, воспринимаемая глазом. Соответственно, уголковый отражатель, выполненный из металла, будет отражать электромагнитные волны и другого диапазона, то есть, в частности, волны, испущенные радиолокационной станцией. Соответственно, уголковый отражатель ставят, например, на кораблях. Если мы хотим, чтобы его было хорошо видно на радиолокационной станции другого корабля, то желательно установить уголковый отражатель, который будет очень хорошо отражать лучи именно обратно, не рассеивая их на кораблях. И как вначале я сам и сказал, что уголковые отражатели есть в том числе на Луне. Действительно, то есть и американские астронавты, и советские исследовательские автоматические станции, в том числе луноходы, отправили на поверхность Луны несколько уголковых отражателей. Это позволяет с помощью радиолокационных методов определять точное расстояние до Луны. То есть представим себе такую ситуацию, вот это у нас Луна, здесь у нас где-то находится Земля. Масштабы, естественно, я исказил. Расстояние здесь примерно 400 тысяч километров. 400 тысяч километров. Ну, это расстояние меняется от 360 до 400 с небольшим километров. И вот здесь вот на поверхности установлены уголковые отражатели. Это позволяет радиолокационной станции, которая на Земле находится, радиолокационной станции, отправлять импульсы. И при любом положении, как бы там Луна ни находилась, относительно радиолокационной станции, они будут возвращаться точно обратно. То есть, благодаря этим уголковым отражателям нет необходимости точного наведения, позиционирования вот этого луча. Дальше, давайте посмотрим следующие задачки. Давайте проверим себя, ответим на несколько вопросов. Первое. Дневное лунное небо, в отличие от земного, черного цвета. Это явление вследствие того, что на Луне. Если мы посмотрим внимательно наш учебник, то ответ на этот вопрос вообще говоря, есть в первой части 59 параграфа. То есть, здесь вот, например, рассматривается, что если, например, запылить воздух между экраном и источником света, то становится, видимо, весь пучок света, пылинки отражают свет и направляют его в глаза наблюдателя. То есть, здесь идет речь о рассеянии света. То есть, если у нас в среде есть какие-то неоднородности, неоднородности, либо пылинки, то происходит рассеяние, так называемое диффузное. Соответственно, вот на Луне нет атмосферы, соответственно, нет никакой пыли, и солнечный свет там никаким образом не рассеивается. Поэтому здесь необходимо поставить галочку в третьем варианте ответа, там нет атмосферы. Нет атмосферы. Дальше, следующий вопрос. Вопрос второй. Угол падения луча на зеркало 60 градусов. Чему равен угол между падающим и отраженным лучом? Для этого давайте сделаем небольшое построение. Угол падения 60 градусов. То есть, для этого первым делом мы должны построить перпендикуляр к поверхности. Обозначим здесь точку С. И теперь с помощью транспортира, прикладывая транспортир, мы должны построить луч, который падает сюда под углом 60 градусов. Так как мы знаем с вами закон отражения, то здесь будет угол тоже 60 градусов. Следовательно, угол между падающим и отраженным лучом будет 120 градусов. А между поверхностями здесь будет 30 градусов. Так, вернемся к вопросу и выберем правильный ответ. На зеркало падает луч 60 градусов. Чему равен? Здесь мы ставим галочку 100, 120. Следующий, третий вопрос. На зеркало падают два луча. Их угол падения 30 и 45 градусов. Угол между отраженными от зеркала лучами равен, ну, правильный ответ, 15 градусов. Для того, чтобы ответить на это, давайте мы сделаем построение. Сделаем построение. Оно будет заключаться в следующем. Мы построим поверхность. Построим перпендикуляр. Обозначим, что эта поверхность зеркальная. Обозначим два луча, которые на него падают. Один падает под углом 45 градусов. И он же, соответственно, под углом 45 градусов отражается. Это первый луч. И второй луч я, допустим, обозначу другим цветом. Он падает под углом 30 градусов. И отражается тоже под углом 30 градусов. Здесь угол 30 градусов. А вот этот угол 45. Ну, очевидно, что угол между двумя этими лучами, это 45 минус 30. То есть 15 градусов. Соответственно, такой же угол, он здесь и между падающими. Здесь, соответственно, угол будет 45 градусов. Здесь 30. Теперь давайте мы вернемся к формировке задачи. Выберем здесь вариант 15. Следующая, четвертая задача. Два зеркала А и В расположены под прямым углом друг к другу. Угол падения светлого луча на зеркало А равен 30 градусов. Тогда отраженный от А луч падает на зеркало Б под углом Б. Ну, давайте. Это, по сути, задача об уголковом отражателе. То есть мы сделаем такой уголковый отражатель. То есть это два зеркала под углом 90 градусов друг к другу. Здесь мы обозначим падающий луч. Угол падения на первое зеркало 30 градусов. То есть для этого надо обозначить перпендикуляр к первому зеркалу. Вот оно, зеркало А, а это зеркало Б. И луч под углом 30 градусов. То есть напоминаю еще раз, что угол падения это угол между лучом и перпендикуляром. И мы, соответственно, можем построить следующий луч, который падает на поверхность. Значит, здесь угол отражения будет тоже 30 градусов. Здесь вот этот угол внутри, это внутренний накрест лежащий, он тоже 30 градусов составляет. А этот угол его дополняет до 90 градусов. Соответственно, он равен 60. И под таким же углом 60 градусов у нас он отразится от зеркала Б. То есть на зеркало Б он падает под углом 60 градусов. 60 градусов. Так, мы проверили себя. Значит, следующий параграф 66. Плоское зеркало. Плоское зеркало. Давайте посмотрим материал следующего. 66 параграфа. Плоским зеркалом называют плоскую поверхность зеркально отражающий свет. Это и есть его определение. Давайте запишемся, что плоским зеркалом называют плоскую поверхность зеркально отражающий свет. Обратите внимание, что построение соответствующего рисунка 139 мы сделали с вами в первой части нашего урока. То есть подобная картинка, только зеркало расположено не вертикально, а горизонтально. Она у нас уже есть. Если вы это рисовали, то в тетради у вас есть уже вот этот вот рисунок. Он и соответствует ему. Так, определение плоского зеркала мы нашли с вами в учебнике. Это плоская поверхность зеркально отражающий свет. Про мнимые изображения точки мы тоже с вами уже сказали. И про расстояние между зеркалом и изображением тоже. Поэтому мы можем уже ответить на несколько вопросов. Охарактеризуйте изображение предмета в плоском зеркале. Оно является мнимым и равным. Равно это означает, что оно такого же размера, ибо зеркало не меняет геометрических размеров объекта. Объект будет находиться, изображение будет находиться за зеркалом, мнимо. Мнимо будет находиться на таком же расстоянии, как и источник S перед зеркалом. Как у меня здесь обозначено, расстояние A от точки S до зеркала. И такое же расстояние A до точки S' мнимое изображение. Дальше. Как с помощью эксперимента, проведенного на рисунке, можно изучить особенности изображения предмета в плоском зеркале. Здесь все очень просто. Можно перед зеркалом поставить линейку. Здесь можно поставить любой предмет. Например, поставить ручку или карандаш. И посмотреть, что в зеркале, там, мы видим отражение этого же объекта на таком же расстоянии. То есть, там видно точно неискаженную линейку. И с помощью этого можно определить, что мнимое изображение находится на таком же расстоянии. Давайте мы запишемся, что мнимое изображение предмета в плоском зеркале находится на таком же расстоянии от зеркала, на каком находится сам предмет. Ну и следующее, что размеры изображения предмета в плоском зеркале равны размерам предмета. Давайте попрактикуемся в решении нескольких задач. Давайте возьмем задачи из вот этого задачника. Начнем, кстати, с задачи, которые предшествуют теме плоское зеркало. Вот, например, здесь являетесь ли вы сейчас источником света? Какого? Ну, на первый взгляд, вроде бы нет. Вроде бы вы не являетесь источником излучения. То есть это лампа, солнце является источником света. Но на самом деле вспомним, что свет это электромагнитная волна, воспринимаемая глазом. Но, соответственно, глаз воспринимает не все электромагнитные волны. То есть есть электромагнитные волны, которые глазом не воспринимаются. В частности, инфракрасное излучение, которое спускается любым нагретым источником. Любым нагретым источником вашей температуры, вашего тела в нормальном состоянии порядка 36,6 градусов Цельсия. И поэтому вы являетесь источником инфракрасного излучения вот на этой температуре. Глаз инфракрасное излучение не воспринимает. Ну, кстати говоря, например, рептилии, ящерицы, либо змеи, они воспринимают инфракрасное излучение. Ну, люди используют такие приборы, как тепловизоры или пирометры для определения температуры объектов. Следующее. Каким источником света является сейчас эта книга? Ну, на самом деле, вы сейчас смотрите не на книгу. Вы смотрите видео. И здесь есть две принципиально разных ситуации. Первый. Вы можете смотреть это видео в классе, например, на проекторе. Соответственно, источником света является проектор. Лучи от проектора падают на поверхность экрана и отражаются от него. То есть у вас ситуация получается такая. То есть у вас есть экран. Над экраном наверху где-то находится проектор. А лучи из проектора падают на поверхность. Они рассеиваются в разные стороны и где-то находится ваш глаз наблюдателя, до которого эти лучи доходят. В данном случае вы, соответственно, видите отраженные лучи. То есть, соответственно, поверхность, на которой видно это видео, не является источником света. Вторая принципиально отличающаяся ситуация, когда вы смотрите на экран монитора. На экран монитора. Ну, вот, предположим, монитор компьютерный. Значит, и вы смотрите на этот монитор. В данном случае он уже является источником излучения. То есть там есть специальные светодиоды, либо другие источники излучения. Если это плазменная панель и так далее. И она, эта поверхность, является светящейся. То есть она является источником света. Следующая задача. Для чего стекло для изготовления зеркал шлифуется и полируется с особой тщательностью? Это сделано для того, чтобы отражение от него было зеркальным или направленным, но не рассеянным или диффузным. То есть, еще раз. Значит, мы начинали с того, что есть два вида отражения. То есть, первое, это диффузное, когда лучи отражаются в разные стороны. А второе, это зеркальное, когда, например, параллельно пучок лучей отражается именно таким вот образом. Если мы хотим, чтобы у нас не было никаких искажений в зеркалах, чтобы вот это мнимое изображение было равным, не было искаженным, тогда мы должны сделать поверхность зеркала достаточно гладкой. Ну и на самом деле стоит отметить, что в зеркале отражающим элементом является не стекло на самом деле, а та тонкое напыление металлической фольги. Раньше использовались различные соединения ртути, потом догадались использовать серебряное напыление. Ну, в современных зеркалах используется стальное тонкое напыление. И именно вот эта поверхность металла, в которой внутри есть электроны, именно она, эта поверхность металла, хорошо отражает падающие электромагнитные волны. То есть, здесь запомнил, что хорошо отражает вообще, говоря, металлы. Видите, металлы отражают и видимый свет, и металлы, как мы с вами говорили, они хорошо отражают и радиоволны, как это используется, например, в радиолокационных станциях при отражении от кораблей или самолетов. Дальше, следующая задача. Какое получается отражение в киноэкране? Направленное или рассеянное? В киноэкране используется рассеянное отражение. Если бы там было действительно направленное отражение, то мы могли бы видеть отражение того, что проецирует проектор, лишь в одном единственном положении. Но так как зритель может находиться в любой точке кинотеатра, это говорит о том, что от поверхности экрана происходит рассеянное отражение во все стороны. То есть это означает, что экран является матовым. Но мы легко можем в этом убедиться, что если у вас есть белый лист бумаги, то белый лист бумаги на нем можно, например, спроецировать по возможности изображение от какого-то яркого источника, а от зеркала оно будет отражаться и видно только лишь в одном каком-то определенном положении. То есть от зеркала вы можете получить солнечный зайчик, так называемый, а на белого матового листа можно получить полное изображение, то есть использовать его как экран. Следующее. В каком случае угол падения светового луча на зеркало меньше? Давайте, во-первых, достроим картинку. Значит, для того, чтобы говорить об угле падения или угле отражения, надо в первую очередь построить сюда перпендикуляр. Построить перпендикуляр. И, соответственно, вот здесь угол будет 60 градусов. Это угол падения и угол отражения соответствующему тоже 60 градусов. Здесь будет 90 минус 50, это 40 градусов. И здесь угол отражения 40 градусов. Ну и мы видим, что больше в первом случае, а меньше во втором случае. Не путайте. 30 и 50 эти углы не являются углами падения. То есть угол падения, угол отражения всегда отчитывается от перпендикуляра. Запомним этот момент. Это встречается часто в тестах и в задачах ОГЭ. Следующий угол падения луча равен 60 градусов. Каков угол отражения луча? Сразу можно ответить. 60. Следующая задача. Угол падения луча равен 25. Чему равен угол между падающими и отраженными лучами? Так как падающий луч... Если у нас есть поверхность, есть перпендикуляр к ней, луч падает под углом 25 градусов, то, соответственно, под таким же углом 25 он отражается, и, соответственно, угол между ними составляет 50 градусов. 50 градусов. Ну, здесь, может быть, рисунок получился с наспех не очень аккуратным. Следующая. Угол между падающими и отраженными лучами составляет 50. Под каким углом к зеркалу? К зеркалу падает свет. Ну, соответственно, если у нас есть... Вот есть зеркало. Вот есть луч падающий, отраженный. Вот мы, соответственно, построили перпендикуляр. Давайте еще раз посмотрим второвку задачи. Между ними угол 50 градусов. Под каким углом к зеркалу падает луч? Вот здесь между ними 50 на два угла, да? Соответственно, каждый из них будет по 25. 25 здесь и здесь. Это угол падения и отражения. А вот этот угол будет 90 минус 25. 90 минус 25 получается 65 градусов. То есть между зеркалом и лучом 65. Но это не угол падения, да? То есть угол падения 25. И, пожалуй, мы можем успеть сделать еще одну какую-нибудь задачку. При каком угле падения луча на зеркало падающие отраженные лучи совпадают? Ну, это возможно в том случае, когда луч падает под углом 0 градусов к перпендикуляру, ну или, соответственно, 90 градусов к поверхности. Именно в таком случае падающие отраженные лучи будут совпадать друг с другом. Так, на этом наше занятие, в принципе, закончилось. Давайте бегло еще раз вспомним, что мы сегодня узнали. Мы познакомились с двумя видами отражения. Мы узнали, что существует диффузное или рассеянное отражение. Оно происходит от матовых поверхностей. Лучи расходятся в разные стороны. Это происходит от белой матовой бумаги, от экрана проектора, от киноэкрана в кинотеатре. А второй вид отражения это зеркальное или направленное. Оно происходит только от гладких, от шлифованных поверхностей. То есть параллельный пучок лучей также параллельно отражается. Процесс отражения связан с тем, что в поверхности происходит взаимодействие падающей электромагнитной волны со свободными зарядами. В большинстве своем это электроны, либо в атомах, либо свободные. То есть хорошо отражают, соответственно, металлы. Дальше мы познакомились с законом отражения, который заключается в том, что луч падающий, перпендикуляр к поверхности, луч отраженный, находится в одной плоскости. И угол падения, угол отражения, они равны друг другу. Дальше мы познакомились с построением луча, отраженного от плоского зеркала. Узнали, что такое уголковый отражатель и где он используется. И решили несколько простых задач. На этом все. Всего доброго. До свидания. С вами был Константин Евгеньевич. Продолжение следует...